Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем распаковывать три совсем небольшие посылочки. Вот они! Одна у меня из российской сифоры, одна с сайта Look Fantastic и третья, самая нижняя, это с сайта Pet Magret. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть и поехали! Давайте, пожалуй, начнем с посылки с сайта Look Fantastic. Здесь должно быть всего два средства. Но очень интересные. Итак, первое средство, которое ко мне приехало, это однушка от Наташи Деноне в оттенке Infra Nude. Если вы смотрели другие мои распаковки, то вы уже видели то, что я показывала тоже однушки, но в оттенках Dragonfly и Scarab. Мне очень понравились эти однушки, поэтому я решила заказать третий оттенок, уже более нюдовый и более носибельный, в качестве абсолютно повседневного оттенка. Хотя, для меня и те два оттенка тоже вообще-то очень даже повседневный. Просто мой нюд порой отличается от нюдов обычного человека, как говорит Наталина. Так вот, этот оттенок Infra Nude это самый спокойный из всех оттенков. И сейчас мы с вами посмотрим, как же он выглядит у меня на руке. Вот посмотрите, как оно переливается у меня на руке. Вот так вот это розовый цвет. По-другому отворачиваю, уже более коричневый и немного зелененький. На мой взгляд, очень красиво и невероятно носибельно. По опыту использования этих теней могу заметить то, что они действительно очень хорошо смотрятся на глазах. Они потрясающе дышуются, у них в составе миллион искорок, которые придают некое ощущение праздника макияжу. Но при этом они скатываются. У меня на веках крайне редко что-либо скатывается. Но эти однушки стабильно к концу вечера умудряются скататься. Поэтому, если у вас есть проблема со скатываниями, то, возможно, эти однушки не для вас. Но во всем остальном это просто прекрасные тени, потому-то я и купила уже третий оттенок и буду охотиться за четвертым и пятым. И второе средство, которое приехало мне с сайта Look Fantastic, это хайлайтер от бренда Revlon. К сожалению, я не нашла тот оттенок, который хотела и пришлось взять оттенок 202. Если вы смотрели видео Ленский Бьюти об аналогах дорогих косметических продуктов, то вы уже знаете, что это за хайлайтер и почему я его приобрела. Этот хайлайтер это якобы полный аналог уже ушедшему из продажи 100 лет, как хайлайтеру от Анастасии Беверли-Хиллз в коллаборации с Амрези. Тот хайлайтер просто помнит весь ютуб, потому что он безумно красивый, он очень интересно сияет, он не подчеркивает текстуру кожи, он деликатный, но при этом заметный. И, к сожалению, данный хайлайтер уже нигде просто не найти, а Анастасия Беверли-Хиллз не возвращает его в продажу. Так вот, недавно блогеры нашли все-таки аналог тому хайлайтеру, и якобы это вот хайлайтер от Revlon. К сожалению, полный аналог это другой оттенок, я подпишу здесь название того оттенка, я его не нашла нигде. Был слушок, что тот хайлайтер вводился, по-моему, на сайте Feel Unique, но когда я созрела к покупке, его, к сожалению, уже не было. Поэтому я приобрела на Look Fantastic другой оттенок, и надеюсь, что это будет одинаковая текстура, но просто чуть более загорелый цвет шампанского. Ура! Победа человека над упаковкой! Наконец-то я раскрыла хайлайтер. Вот такое потрясающее у нас внутри наполнение, и давайте, конечно же, сделаем сводч. По-моему, цвет я взяла, конечно, откровенно темноватый, на сводчах мне казалось то, что это более такой цвет шампанского, а здесь цвет очень загорелого такого шампанского. Вот, посмотрите, он достаточно рыженький, к сожалению, я не угадала с оттенком, но все же, по-моему, сияет достаточно красиво. Я, честно говоря, побаиваюсь того, что данный хайлайтер будет все-таки подчеркивать текстуру кожи. У меня кожа крайне-крайне нехорошая, скажем прямо, и поэтому для меня это критичный момент. На самом деле, я здесь пока что вижу очень крупные блестки, пока что я побаиваюсь за оттенок, побаиваюсь за результат, но, посмотрев нанесение, быть может, все не так плохо. Но пока что я, честно говоря, скорее расстроена, нежели довольна тем, что я получила. Дальше давайте вскроем посылку из Сифары. Вот она совсем небольшая. Здесь тоже должно быть всего лишь несколько средств, но очень и очень интересных. Внутри меня ожидало два средства от бренда Бобби Браун и одно от Бенефит. Давайте, пожалуй, начнем с Бобби Браун. Думаю, это интереснее всего. Я с этой маркой прежде не знакома была, у меня не было ни одного средства, но мне было, конечно же, безумно интересно. И на Сифаре я нашла мини-форматы этого самого бренда. Стоит он невероятно больших денег, поэтому я, честно говоря, пока что побаиваюсь покупать полный размер. Итак, первая миниатюра, которую я взяла, это вот такой вот хайлайтер в оттенке Pink Glow. Сам хайлайтер я высмотрела у Елены Богданович, и именно она и сказала то, что существует миниатюра, после чего я и полезла на Сифару и нашла ее. Вот так выглядит миниатюра. Честно говоря, пластик здесь дешеват. Очень похоже на палетки от Шарлотты Тилбери четверки. Тоже такой маленький пластик, легенький, совершенно-совершенно недорогой. Будем надеяться, что основу стоимости продукта составляет все-таки не упаковка, а составляющая. Мне одной кажется, что что-то не так. Если вы вдруг покупали этот хайлайтер, то напишите, должен ли он действительно так выглядеть. Потому что сейчас выглядит это так, как будто бы здесь только есть розовое напыление, а посередине это розовое напыление как будто бы стерто, и просто белый рефил. Такое ощущение, что кто-то вытер палец о мой хайлайтер. Данный хайлайтер славится тем, что это очень деликатный, красивый хайлайтер, который даже не столько похож на хайлайтер, сколько на пудру. Вот я нанесла на руку. Посмотрите, какое красивое зеркальное свечение. О боже мой, я очень люблю все зеркальное. Я очень люблю такие хайлайтеры. Они, конечно же, плохо смотрятся на моей коже, потому что все, что так зеркалит, оно, как правило, подчеркивает текстуру кожи. Но я все равно люблю это, меня постоянно тянет. Это крайне нелогично, но я ничего не могу с собой поделать, я просто сорока. А нет, зашла я сейчас на сайт Сифары, и вижу то, что у них на картинке тоже у этого хайлайтера посередине есть такой белый оттенок, так что, возможно, все-таки никто не вытирал палец о мой хайлайтер, возможно, это просто такая задумка дизайнера, то, что по бокам у вас розовое напыление, а посередине у вас вот как будто кто-то что-то вытер, и напыление белое. В общем, не знаю, не знаю, надеюсь то, что все с хайлайтером хорошо. Следующее, что я заказала, это миниатюру 30 мл вот такого успокаивающего, очищающего масла. Про это масло я достаточно много всего слышала, оно хорошо смывает макияж, и кроме того, насколько я знаю, его можно сверху не смывать дополнительно мицеллярной водой, его можно также потом кожу совсем не обязательно протирать тоником, и это средство якобы совсем не забивает поры. Поэтому меня это средство очень привлекло, но, к сожалению, цена там какая-то совершенно заоблачная. И самое последнее, что я заказала на Сифаре, это вот такой вот гель для бровей от бренда Benefit, 24 Hour Brow Setter. Это бесцветный прозрачный гель, который должен очень хорошо фиксировать брови. Если вы давно меня смотрите, то вы знаете, что я просто фанат геля для бровей от бренда Vivienne Sabo Fixator. Но, честно говоря, мне кажется, то, что у них немножечко изменилась формула, потому что те гели, которые я покупала года полтора-два назад, они были более фиксирующие. Сейчас же фиксация стала гораздо слабее, и мне это просто безумно не нравится. Я решила переключиться на Benefit и посмотреть, как будет работать этот гель. Это тоже миниатюра, потому что полноразмерное средство я пока что, пока я не уверена в этом геле, заказывать не хочу. Но посмотрите, как мне кажется, очень красивая упаковка. Конечно же, не все фанаты вот такого оформления, потому что оно достаточно странное, и будь я взрослой женщиной, я бы, наверное, вообще не хотела подобное видеть у себя. Очень здесь вот такая маленькая щеточка. Честно говоря, гель даже немного залипает, как будто клей и остается внутри. Ну и самое последнее, что больше всего я хотела вскрыть, это, конечно же, посылку с сайта Pet Magret. У меня здесь должна быть всего одна палетка, но ровно в этот момент ко мне едет еще одна посылка с двумя палетками. К сожалению, она может ехать очень долго, поэтому в этом видео я не стала дожидаться четвертой коробки и вскрывать вместе с вами. Вообще, почему я так поступила? Вот эта коробка должна была приехать ко мне всего за неделю, но вместо этого она ехала ко мне три недели. Три недели, Карл! А знаете почему? Потому что Pet Magret, конечно же, забыли вложить инвойс. И вместо того, чтобы пару дней полежать на тамошке, вот эта вот посылка на тамошке лежала 12 дней. 12! 12 дней она тусовалась в аэропорту. Ну, камон! Это очень долго. И, конечно же, ситуация была неприятной. Ну что ж, момент истины. Надеюсь, ничего не побилось. Вот она, моя красавица! Какое красивое оформление! Боже мой! Мне очень нравится этот фиолетовый цвет на упаковке. И вообще, все вот эти вот непонятные лица, все эти завязочки, я чувствую, откровенно говоря, кайф. Как вы уже поняли, эта палетка называется Midnight Sun. Я очень долго выбирала между этой палеткой и Subversive, но приобрела в итоге Midnight Sun, во-первых, потому что я на нее уже давным-давно положила глаз, а во-вторых, на нее была скидка. Сейчас же ко мне едут как раз-таки Subversive и Subliminal. Давайте вскрывать и посмотрим, что же там у нас внутри. Момент истины. Хоть бы было не битое. Не битое. Ура, ура, ура! Но в защиту ПЭД скажу то, что упаковано сейчас все было очень хорошо, так что я безумно рада, что ничего не побилось. Почему вообще я так беспокоюсь, что что-то может быть побитое? Потому что ПЭД Магретт вообще-то славится своим крайне хреновым сервисом. Как вы видите, инвой забыли вложить, что уже много говорит о сервисе. А во-вторых, на ПЭД очень часто жалуются, то, что если что-то приходит побитое, или недостаточного качества, то служба поддержки очень любит просто игнорить, никакие деньги не возвращать и вообще забивать, откровенно говоря, на своего покупателя. Поэтому очень-очень страшно, что что-то придет побитое и нет никакой уверенности в том, что твой голос вообще услышат. Вот так выглядит сама палетка. Гамма очень спорная. Для кого-то эта гамма невероятно скучная, для кого-то она интересная. На мой взгляд, палетка очень красивая. Она отчасти повседневная. Конечно же, не для всех. Ньют у всех разный может отличаться. И чем вообще мне понравилась эта палетка? Во-первых, здесь фиолетовый рефил. Я как сорока, конечно же, тянусь на все яркое, все интересное. Во-вторых, меня крайне привлекал вот этот зеленый оттенок. Эту палетку не все любят. У кого-то она любимая. Например, у Марии Вебер. Эта палетка самая любимая из всех палеток Pet. Но у кого-то эта палетка также является нелюбимой. Ее очень любят критиковать. Критикуют ее в основном за то, что Special Shades, то есть самые интересные оттенки, здесь не то, чтобы Special. Special Shades здесь, это вот эти четыре оттенка. Вот этот вот оттенок мы уже видели у меня в палетке Divine Rose 2. И очень надеюсь, что это не совсем полный аналог. Но, видимо, этого не избежать, если покупаешь Pet, потому что она очень любит порой совать одинаковые оттенки. Ну что ж, а теперь давайте сделаем свотчи и посмотрим, стоила ли эта палетка такого ожидания и стоит ли она вообще своих денег. Ну что ж, вот такие свотчи у меня вышли. Конечно же, фиолетовый оттенок здесь выделяется больше всего. Он безумно красивый, и я крайне рада тому, что он хорошо набирался и хорошо переносился. Этот свотч сделан не в сто нанесений. Здесь я провела пальцем, ну, буквально раза два, может, три. На мой взгляд, это вполне неплохая пигментация. Также меня очень порадовали вот эти два шиммера, зеленый и самый обычный, такой бронзово-бежевый. Зеленый мне, на самом деле, очень понравился тем, что он легко наносился. Вот этот свотч, это буквально одно нанесение. Больше я его даже не растирала. И, как видите, очень даже симпатично. Сразу же нанеслось ярко, есть небольшие осыпания, но все же формула похожа на кремовость. А вот эти три спешл шейды, те, что стоят справа от фиолетового, меня, честно говоря, пока что разочаровали. В сравнении с той же самой Дивайн Роус Ту, эти спешл шейды, во-первых, очень сухие, их трудно набирать на палец, и еще труднее их было переносить. Каждый из этих свотчей я наносила раз пять. Я протирала вот так вот свой палец. Мне кажется, то, что спешл шейды должны наноситься гораздо лучше. А вот это вот протирание пальца по пять раз, это, ну, такое себе удовольствие, когда ты покупаешь палетку за такие деньги. Пока что единый спешл шейд, который мне более-менее понравился, это вот этот фиолетовый. И мне, честно говоря, крайне странно то, почему, собственно, обычные шиммеры в палетке лучше, чем спешл шейд. Пэт. Вот это, честно говоря, вообще не дело, это какая-то хрень собачья. Мне кажется, то, что именно спешл шейд должны в этой палетке быть звездой, тем, что наносится лучше всего, тем, что выглядит лучше всего. А пока что единственный спешл, который более-менее прилично выглядит и наносится, это фиолетовый. А другие три, простите, зачем я покупала эту палетку? Ну, зеленый я могу найти и в другом месте. Хорошие шиммеры, опять-таки, я тоже могу найти в другом месте. Пэт покупают исключительно ради спешл шейдов. Здесь же спешл шейд это пока что скорее разочарование, нежели радость. В общем, не знаю, не знаю, буду в ближайшее время тестировать эту палетку и, конечно же, скорее всего, я сниму на нее отдельный обзор. Там мы с вами поговорим о ней поподробнее. Ну что ж, это было все, что я хотела вам показать. Если что-то из этого видео, что я распаковывала и показывала, вас заинтересовало, то не забывайте писать свои комментарии, чтобы я ускорила тестирование этого средства и поскорее выпустила обзор. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.